МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господи, как я устала от этих похорон. Лер, ну все. Все же уже позади. Лер. Отдохнешь. Ты шутишь? Какой отдых? У брата одной недвижимости на десятки миллионов. И нам нужно скорее это все получить, а потом найти нужного человека, который возглавит его огромную компанию. Значит так, Герман. Вот доверенность, заверенная нотариусом, на ведение дел от моего имени. Нужно скорее вступить в наследство. Не получится скорее, Лер. Я понимаю, что официально нужно, чтобы прошло шесть месяцев на то, чтобы я вступила в права наследования. Но я же единственная наследница. Поэтому проблем не будет. И можно решить вопрос быстрее. В том-то все и дело, что ты не одна. В каком смысле? В прямом. Суррогатная мать-то забыла? Она носит ребенка твоего брата. Значит, по закону этот ребенок является полноправным прямым наследником. Понимаешь? Черт. У меня вообще это вылетело из головы. Слушай, подожди. Коля говорил, что он обязательно мне позвонит, если я кое пройдет, хорошо. Может быть, она не беременна. Может быть. Может, он забыл. Может, не успел сказать. Нужно позвонить туда. Нужно найти этот договор. Так, куда я его положила? Как-то все ужасно. Нелепо и неправильно. Согласен. Но вам повезло. В договоре были предусмотрены подобные форс-мажорные обстоятельства. Повезло. Что теперь будет с этим ребеночком? Кореневы поручили опеку над ребенком своей единственной близкой родственнице Валерии Евгеньевне Красуцкой. Она выразила свое согласие подписью и теперь будет обязана выполнять условия договора. То есть, она выплатит мне оставшуюся две трети суммы? Да. А если она откажется? Не исключено. Но в данном случае она обязана будет выплатить вам компенсацию и оплатить аборт. Я свяжусь с Валерией Евгеньевной. Мы с вами встретимся втроем и все обсудим. Хорошо. Я буду ждать вашего звонка. Всего доброго. Да. Да, это я. Кто? Я юрист из Центра репродуктивной медицины Сергеев. Нам необходимо встретиться по поводу договора с суррогатной матерью, который заключили супруги Кореневы. Так, а что получается? Эта женщина беременна? Да. И в связи с трагической смертью ваших родственников мы должны обсудить вопрос по исполнению условий договора. Да-да, конечно. Я могу подъехать прямо сейчас. Давайте я свяжусь с Надеждой, мы оговорим с ней время, и я вам перезвоню. Катя, я все время думаю об этом ребенке. Корень, вы были хорошими людьми, и они доверили мне его жизнь. Ты сейчас на что намекаешь? Даже если Валерия откажется от опекунства, я вряд ли решусь на аборт. Прекрасно. А кто будет тебе платить за то, что ты его вынашиваешь? Никто. То есть ты останешься без денег, без компенсации? Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Катя, компенсации все равно не хватит на операцию. Да и дело не в этом. Корень, вы очень хотели, чтобы этот ребенок повезелся на свет. Да и он, в конце концов, не виноват, что так все произошло. Я просто не смогу его убить. Послушай, Надюш, мне кажется, ты сейчас должна думать про Полину. О том, что ей нужна дорогостоящая операция. Если ты откажешься от компенсации, где ты возьмешь деньги? Не знаю, может быть, фонды помогут или, в конце концов, квартиру продам. А если не помогут, что тогда? Останешься одна, с двумя детьми, одним больным, а вторым чужим на шее? Мать-героиня, квартиру она продаст. Остынь немного. С чего ты вообще взяла, что эти родственники Кореневых откажутся от малыша? Ты права. Я просто себя накрутила. Господи, да я эти документы подписывала формально. Я никак не ожидала, что Коля с Ольгой так внезапно не станет. Да, и мое финансовое положение сейчас очень шаткое. Вы помните, что в случае вашего отказа от обязательств по договору, вы обязаны выплатить компенсацию Надежде? Да. Я все помню. Просто воспитывать ребенка, это еще дороже. Да даже дело не в деньгах. Я просто не могу воспитывать его одна. Господи, мне так плохо. Могу попросить вас дать мне стаканчик воды? Да, конечно. Пожалуйста. Спасибо. Валерия Евгеньевна, если это ваше окончательное решение, тогда мы можем расторгнуть договор. Да. Надежда, вы должны подписать вот тут. Возьмите, что не возражаете прервать беременность и получать компенсацию. А что если, если я откажусь? От компенсации? Да, я хочу оставить этого ребенка. Это возможно? Да, возможно. Если Валерия Евгеньевна официально отказывается от ребенка, то вы имеете законное право на него. Вам даже не нужно его усыновлять. Согласно законодательству, мать та, которая родила ребенка. И несмотря на то, что генетически ребенок не ее. О, извините, мне плохо. Вы могли бы прерваться на несколько минут? Да, пожалуйста. Спасибо. Послушай, я отказалась от ребенка, но похоже, эта мамаша хочет оставить его себе. Как? Почему? Ну, откуда я знаю, почему? Так, может, пусть оставляет и дело с концом? Лера, ни в коем случае. Подожди, юрист сказал, что по законодательству она будет признана матерью. Это значит, что ребенок не будет иметь никакого отношения к моему брату. Как это не будет? Биологически он остается ребенком Коленева. А значит, и полноправным наследником. Подожди, а что мне теперь делать? Не знаю. Так, ну ладно, скажи, что передумала и что согласна выполнить договор. А дальше решим, что делать. Угу. Хорошо. Извините. Вам легче? Да, спасибо. Мы можем продолжить? Да. Итак, для того, чтобы аннулировать договор, мы… А мы не будем аннулировать договор. Что, простите? Я приняла слишком поспешное решение. Я готова быть опекуном. Это ваше окончательное решение? Да. Отлично. Вернемся тогда к первоначальному варианту договора. Ознакомьтесь, пожалуйста. Простите, я что-то не очень поняла. Вы же только что сказали, что вам будет трудно воспитывать ребенка. После смерти моего любимого брата и его жены я не подумала, погорячилась. Но, слава богу, у меня было время осознать, что я совершила чудовищную ошибку. И я должна, я просто обязана оставить этого ребенка и воспитывать его, как своего собственного. Это мой священный долг перед Колей. Вас устраивает такой ответ? Надежда, теперь у вас есть какие-то сомнения? Да нет, нет. Раз Валерия Евгеньевна передумала и решила исполнить договор, я не буду возражать. Ольга и Николай именно ее хотели видеть, опекуном своего ребенка. Что ж, я рад, что наш вопрос разрешился. Ознакомьтесь, пожалуйста, с изменениями, внесенными в основной договор и подпишите. А вы могли бы мне предоставить копии всех документов, чтобы я с ними детально ознакомилась? Да, конечно. Я поняла, почему эта мамаша решила оставить ребенка себе. Почему? Захотела загробастать наследство. Это вряд ли. Она же наверняка не знает, кому оно принадлежит. Правильно? Ну, по-моему, это очевидно. Нет, корень его могли написать завещание, и по этому завещанию наследство может принадлежать кому угодно. Даже на благотворительность пойти. И только нам с тобой известно, что никакого завещания нет. Вот. Значит, она этих тонкостей может не знать? Всех может не знать, да. Тогда я не вижу другого объяснения. Зачем ей оставлять чужого ребенка и отказываться от денег? Где логика? Нет, она что-то мутит. Ладно, раз так все пошло, я оставлю ребенка в нагрузку к наследству. Вот все. Тут не все так просто, Лера. Смотри, по закону ты не сможешь распоряжаться наследством. Почему? Да потому что. Потому что это деньги ребенка. Ты сможешь брать частями какую-то сумму определенную на нужды ребенка, а то лишь с позволения опекунского совета. И что мне делать? Вот хороший вопрос. Давай для начала выясним, можно ли как-то надавить на нее, принудить сделать аборт по закону. Если нет, тогда будем искать другие пути какие-нибудь. Ты взяла копию документов? Да. Давай. Вот все документы. А ты говоришь, материнский инстинкт. Баба все продумала. Тебе лучше в палату вернуться, пока я проветриваю, простудишься. А где Алексей Павлович, не знаете? Доктор Вершинин у заведующего отделения. У тебя он зачем? Кое-что спросить надо. Когда он освободится, я скажу, что ты искала. А сейчас возвращайся в палату. Он сам к тебе придет, хорошо? Давай-давай. Вот снимки Полины Соловьевой. Соловьевой? А, это та юная гимнастка? Да, она сам к тебе. Алексей Павлович, я, конечно, не сомневаюсь в вашей компетентности и ценю ваш оптимизм, но, понимаете, положение безнадежное. Вот, видите? Осколок кости, он повредил спинной мозг. Я думаю, что операция вряд ли поможет. Игорь Владимирович, я абсолютно не согласен с вами. У меня есть аргументы. Ну что ж, я с удовольствием вас выслушаю, Алексей Павлович. Но, вряд ли вам удастся меня убедить. Мне очень жаль, но эта девочка никогда не сможет ходить. Поехали! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, не хочу. Отпусти. Тихо, не хочу. Тихо, не хочу. Отпусти. Не хочу. Тихо. Успокоительное, быстро. Не хочу. Тихо. Тихо. Не хочу. Да, Алексей Павлович. Надежда Викторовна, срочно приезжайте в больницу. Что, ты с Полиной? Сейчас с ней все в порядке. Она пыталась выброситься из окна. Остальное расскажу при встрече. Чем порадуешь? Ну, может не особо порадую. Смотри. По закону беременность можно прервать только если лечащий врач сделает заключение о наличии патологии. Так давай найдем врача и заплатим ему денег. Не вариант. Почему? А если он откажется делать липовые документы или еще чего доброго пойдет, пожалует с руководством. Значит, нужно найти врача такого и заплатить ему столько, чтобы он не отказался. Мы не можем так рисковать. Это незнакомый человек. Ну, нельзя впутывать третье лицо. Ну, не знаю. Значит… Значит, нужно спровоцировать выкидыш. Как? Нужно ее подкараулить, не знаю, там, инсценировать ограбление, посильнее ударить в живот. И кто это сделает? Ты. Ты сейчас серьезно, что ли? Герман, ты же хочешь быть мужем самой богатой и красивой женщины, м? Ну, я мечтаю об этом, да. Ну? Ты серьезно, что ли? Угу. Нет, ну давай хотя бы другой способ найдем. Ну, какой-нибудь не такой кровожадный. Есть варианты? Ну… Ну, нет. И пока вариантов нет, будем следовать моему плану, правильно? Ну, да. Но если будут варианты… Лера, в общем, я готов, если мы вдруг не найдем другого пути. Я в тебе не сомневалась. Значит так, в этих документах найдешь к терракопии паспорта, фотографию и адрес. Я думаю, что расписание дня у нее элементарная работа, дом и медцентр. Давай подкараулем прямо сегодня. Я предлагаю не спешить. Во-первых, тебе нужно время. А это еще зачем? Чтобы отвести от себя подозрение. Ты же странно себя вела по отношению к ее ребенку. Могут подумать, что это твоя идея, что это ты организовала все. Знаешь, Герман, иногда ты бываешь у меня очень умным. Секундочку. Алло? Да, это я. Какие документы? А, о продаже квартиры. Да, сейчас, одну секундочку. Ты все неправильно поняла. Ты обязательно поправишься. Я все для этого сделаю. Что ты можешь сделать, если врачи ничего не могут? Что? Вы со своим Вершининым все время меня обманывали. Неправда. Мы тебя никогда не обманывали. Доктор тоже считает, что ты поправишься. Я не верю. Я слышала, как другой врач сказал, что я безнадежна. Мы с заведующим общались, а она услышала. Дело в том, что он выразил мысль неаккуратно, что она не будет ходить. Вы не берите в голову. Он хороший администратор, но, как врач, отстал от времени. Если мы успеем сделать вторую операцию, то все будет хорошо. Я гарантирую. Что с ней? Она засыпает, а ей вкололи успокоительное. Надь, вам нельзя попадать в отчаяние. Нужно как-то держаться. Я знаю. Что случилось? Боль? Больно. Боль тупая или режущая? Тупая. Тупая. Надо делать нам снимок. Не надо. Я беременна. Вас понял. Секунду. Гинекологию набери. Натя, я был у Болиной. Она спит. Все в порядке. Натя, я понимаю, вам очень сложно контролировать эмоции и переживания. Особенно в вашем положении. Но надо держаться, а распускаться никак нельзя. Не знаю, смогу ли. Ну, конечно, сможете. Будете делать отдыхательную гимнастику. В крайнем случае, я могу вам выписать успокоительное. А главное, думайте о хорошем. Думайте о том, что жизни Полины ничего не угрожает. Жизнь вашего второго ребенка находится под угрозой. Поэтому вам надо беречься ради нее и ради вашего будущего ребенка. Я постараюсь. Тем более, что по условиям договора я обязана это делать. По какому договору? Я сурокатная мать. Это ребенок моих заказчиков. А. Вот откуда у вас деньги на операцию. Да какая разница, откуда деньги? Моя дочь пыталась покончить с собой и может попытаться сделать это снова. Надь, мы сделаем все возможное, что от нас зависит для того, чтобы это не повторилось. Я вам обещаю. Я же понимаю, ваши чувства и чувства вашего ребенка. Как? Если бы у меня была такая великолепная дочка, я бы гордился ею. У вас есть дети? Моему сыну могло бы быть два года. Простите, что я спросила. Ничего. Моя жена, она была беременна на девятом месяце. Упала с лестницы и в тяжелейшем состоянии ее доставили в клинику. Я должен был делать операцию, но не смог. Мне хватило мужества. Поэтому операцию делал мой коллега. И их не стало на операционном столе. Ужасно. Простите, что я заставила вас вспоминать об этом. Я не забывал об этом. Я каждый день думаю о том, что бы было, если бы я тогда взял бы себя в руки и сделал бы операцию. Вполне возможно, они были бы живы. Я больше не смог работать в этой клинике, а не жить в этой квартире, где все напоминало о них. Я сбежал сюда, в этот город. Не вините себя, не надо. Видимо, тогда вы не могли поступить иначе. Доброе утро, Надь. Доброе утро. Вы как себя чувствуете? Хорошо. Я уже была у гинеколога, но сказала, что мне нет причин здесь задерживаться. Ну и хорошо. Вы, наверное, еще не завтракали? Нет. Но мне на работу надо бежать. Вы не переживайте. Я по дороге где-то перекушу. А я только что закончил утренний обход. Если у вас есть время, то давайте зайдем ко мне в ординаторскую на чай. На бутербродную. Я согласна. Только к дочке забегу. Лучше. Я не счастлива. Я требовала от нее успеха. А нужно было, нужно было просто любить. Чтобы она видела, что я люблю ее, несмотря ни на что. Просто потому, что она есть. Чтобы было потакать ее детским желанием. И быть с ней мягче. Чтобы она знала, что я люблю ее. В том, что произошло, есть и моя вина. Она старалась для меня. А я считаю, Натя, что вы ни в чем не виноваты. Наоборот, я уверен, что вы великолепная мать. И то, что вы ради дочери пошли на такой шаг, как суррогатное материнство. Я восхищаюсь вам. Отсрочка опять? Нет, все сроки вышли. Я вижу, по-хорошему ты не понимаешь. Олегович, это не отсрочка. Я просто прошу по-человечески, подождите немного. Моя невеста получит огромное наследство. Я отдам деньги. Не только долг. Я даже моральный ущерб компенсирую. Немного. Это сколько? Вчера похороны только были. Подожди. Хочешь сказать, что я получу свои деньги только через полгода? По закону, да. Полгода. Но я же тоже не семечками торгую, Олегович. Я же юрист. Я найду способ ускорить процесс. Неужели? А может, ты мне снова лапшу на уши вешаешь? Нет, Олегович. Ну, правда. Тем более, моя невеста сестра Коренева. Ну, вы же знаете такого. Ну да, слышал. Он погиб недавно? Да. Вчера похоронили. А сестра его родная, это моя невеста. Она единственная наследница. Ну, хорошо. Даю тебе еще десять дней. Не больше. Я не успею за десять. Олегович. Мне надо оформиться успеть. Ну, это уже твои трудности. Спасибо за завтрак. Настя, одну секундочку. Так, пришел ответ из немецкой клиники. По поводу Полины. Они возьмут Полину. Они считают, что ей можно помочь. Я счастлива. Только вот стоимость не такая, как была раньше. Сколько? Шестьдесят тысяч евро. Но у меня не будет таких денег. Как же так? Почему на треть дороже? Вот список документов, которые нужны для фонда. Я пойду с вами. Зачем? Как лечащий врач Полины, я разъясню все. Компетентно. О том, что не хватает денег на операцию. Какой ужас. Я поверить не могу. Доброе утро. Мне нужно было давно ее навестить. Я все-таки психолог, дипломированный. Глядишь, и я спознала бы опасные мысли. Ты мне скажи, когда. Я хочу помочь. Я хочу к ней прийти и поговорить с ней. Спасибо, Катя. Ей уже назначили психолога. Доброе утро. Ничего страшного. Моя помощь лишней не будет. Ты, главное, ее сейчас отвлекай от негативных мыслей. Не дай ей замкнуться в себе. Найди какое-нибудь занятие. Вот что она любит? Больше всего, помимо спорта. Кино любит рисовать. Любила. Вот чудесно. Может, ты с ней в кино сходишь? Спроси у врача, можно ли. Хорошо. Ладно, я к заведующим. Давай, удачи. Отпуск за свой счет. Опять? Вы же недавно брали. Мне нужно собирать справки и ходить по инстанции. Какие справки? Для дальнейшего лечения Полины за границей. Но вы можете собирать справки в свободное от работы время? Кроме этого, еще нужно быть рядом с ней. А разве ваша дочь уже выписана? Нет, еще нет. Ну, значит, вам не нужно за ней ухаживать? Дело не в этом. Мне нужно быть рядом со своей дочерью. Почему? Как же вам непонятно? Ей сейчас очень тяжело. Это вам кажется непонятно. Вы не понимаете, что существует трудовое законодательство. И по этому законодательству, если отсутствие работника негативно влияет на работу учреждения, я имею полное право вам отказать. Я не могу вам дать отпуск за свой счет. У меня замены нет. Мне проще вас уволить и взять на ваше место другого воспитателя. Хорошо, увольняйте. Вот стерва. Стой, ты куда? Как это куда? Устрою этой стерве грандиозный разбор. Не нужно никаких разборок. Тебе что, нужны проблемы? Нет, мне не нужны проблемы. Но это несправедливо. Как можно уволить тебя в этом положении? У тебя ребенок болит. Катя, она тебя уволит. Пусть увольняет. Я не позволю, чтоб ты пострадала из-за меня. Я рада, что я уволилась. Почему ты рада? На что ты жить собираешься? Первое время есть на что. Мы с Поленко откладывали деньги на отпуск. Хотели к морю поехать. Ну и потом каждый месяц мне платят содержание за суррогатное материнство. Ничего, потом на работу устроюсь, когда все устаканится. Сейчас буду справки собирать для фондов. Для этой бюрократической волокиты нужно время, а оно у меня теперь есть. Надюш, ну это свинство. Ну ты здесь столько работаешь. Поля, привет. Как настроение? А у меня для тебя сюрприз. Что это? Лет в кино. Помнишь, ты хотела сходить на фильм с этим твоим любимым актером Хатчерсоном? В больнице я обо всем договорилась. Нас отвезут, привезут. Доктор Вершинин разрешил. Мам, я не поеду ни в какое кино в этом кресле. Не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Хорошо, хорошо. Не хочешь, не поедем. А давай я тебе альбом принесу. Фломастеры, карандаши. Зачем? Будешь рисовать. Помнишь, у тебя же отлично получалось. Мам, это ты о том, что когда-то в далеком детстве я хотела стать архитектором? Мам, это просто смешно. Почему смешно? И потом не обязательно архитектором. Ты можешь стать дизайнером. Например, или мультипликатором. Мам, хватит. Я больше никогда никем не стану. Никем. Понимаешь? Да, Валерия. Прямо сейчас? Да, можем. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами поближе познакомились. И не только потому, что вы мне глубоко симпатичны, а потому что вы носите ребенка моего брата, и мне кажется, что мы должны держаться вместе. Вы не против? Не против. Я очень рада этому. Наденька, скажите, а я могу вам задать один вопрос? Спрашивайте. А вы впервые пошли на суррогатное материнство? Да. А где вы работаете? Я воспитатель в детском саду. Как это мило. Вы работаете с детьми. Прекрасно. Ну, только я уже уволилась. Сегодня. Вот и правильно. Вам нельзя переутомляться ради нашего будущего малыша. А скажите, а почему вы вдруг решили пойти на суррогатное материнство? Почему вас это так интересует? Простите, пожалуйста, я задаю много вопросов, да? Извините, это ужасное качество моего характера. Я лезу туда, куда меня не просят. Просто я хотела узнать о вас побольше, вот и все. Если не хотите, можете не отвечать. Извините. Я стала суррогатной матерью, чтобы заработать деньги. На операцию для дочери. Она серьезно занималась гимнастикой и сломала позвоночник на тренировке. Сейчас ей нужна дорогостоящая операция за границей, иначе она… Иначе она не будет ходить. Господи, какой кошмар. Наденька, я… Я очень вам сочувствую. Наденька, солнышко, вам нельзя волноваться. Перестаньте, не думайте, все будет хорошо. А скажите, а чем Полина еще увлекается, кроме гимнастики? Ей что-то нравится, возможно? Она очень любила рисовать. У нее есть к этому способности. Я предложила ей снова начать, но она категорически отказалась. А вы знаете, мне кажется, я знаю, что нужно делать. А вы не против меня с ней познакомить? Нет. Тогда поехали прямо сейчас. Только сначала нам нужно заехать в одно место. Договорились? Наденька, этот планшет я купила специально для Полины. Возьмите, пожалуйста. Нет, нет. Простите, мы не можем принять такой подарок. Это слишком дорого для нас. Наденька, ну перестаньте. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Пожалуйста, не обижайте меня. Возьмите его. Спасибо большое. Но я даже не знаю, как вас представить, Полине. Дело в том, что я еще не сказала ей, что я суррогатная мама. Не знаю, как признаться. И вы, пожалуйста, ей тоже не говорите. Да не волнуйтесь, я что-то придумала сейчас по дороге и представлю сама. Не волнуйтесь, нашу тайну с вами не выдам. Спасибо за планшет. Пользуйся на здоровье, солнышко. Открывай. Ну давай я тебе помогу. Тебе нравится, доченька? Очень нравится. Так вы с мамой по работе познакомились? Значит, вы тоже воспитатель? Ну, можно и так сказать. Давай, включай. Я потом. А зачем потом? Давай сейчас. Знаешь почему? Потому что здесь есть очень много интересного. Твоя мама рассказала, что ты любишь рисовать. И я попросила программиста, чтобы он закачал сюда много программ для художников, всякие графические редакторы. Вот смотри, разбирайся. Интересно. А я разве смогу разобраться в этих программах? Ты точно сможешь. Тем более у тебя что есть? Подсказка. Здесь в книге все написано. Как, зачем и куда. Держи, читай. И ты во всем разберешься. Спасибо большое, Лера. На здоровье, дорогая. Ну что, что-то понятно? Да я только начала читать, но вроде все понятно. Солнышко, я уверена, что у тебя все получится. Смотрю на тебя и понимаю, что ты большая молодец. Вот я, например, в этих программах ничего не смыслю. А давайте чай попьем. Я очень вкусный чай завариваю. Я верю вам, Наденька, и с радостью, но, к сожалению, у меня встреча через 20 минут с клиентом. Так что простите в следующий раз. Хорошо? Полиночка, было очень рада с тобой познакомиться. И пообещай мне, пожалуйста, что в следующий раз, когда я приду к тебе в гости, ты обязательно что-то нарисуешь и мне покажешь. Угу. Договорились? Ну все. Счастливо. До свидания. Пока-пока. Я провожу. Боже мой. Полина, встаем. О, хорошо. Аккуратненько. Стоп-стоп-стоп. Она ушиблась? Нет. Правда? Ничего не болит? Точно? А давай с тобой погуляем? Давай воздухом свежим подышим? Нет. Подростки твои звонили. Интересуются, как ты. Юлька хотела прийти, она сказала, очень хочет прийти. Нет. Позвони и скажи, чтоб не приходила. Я не хочу, чтоб она видела меня такой. Я не хочу, чтоб меня все жалели. Понимаешь? Нет. 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ – Привет. – Привет. Ну, как все прошло? Прекрасно. Провел разведку воем. У тебя как дела? У меня все хорошо. Мы с ней подружились. Скоро станем лучшими подружками. Ну, здорово. Все идет по плану. Да, все как я хотела. А знаешь, почему она решилась на суррогатное материнство? Почему? У нее ребенок сломал позвоночник и срочно нужны деньги на операцию. Вино будешь? Да, пожелаю. Давай дайте мне денег на операцию. Но с условием, что она сделает аборт. А у тебя есть деньги? Лер, ты же знаешь, что нет. Вот и у меня их пока нет. Но пока. Слушай, давай все-таки будем придерживаться нашего плана и делать все, как договорились. Да? Давай. Ты ведь не подведешь меня? Разве я посмею? Майка, спешу. У девочки очень сложная травма. Одним из условий включения в нашу программу является прогнозируемый положительный результат от лечения. А судя по вашим документам, шансы на успех невелики. Если вы не верите мне, вот заключение немецких врачей, которые так же, как и я считают, что операция может быть успешной. Да, при условии, если провести ее не позже, чем через месяц. Ну, совершенно верно. Неизбежно осложнение и омертвление тканей, поэтому… Вы знаете, сколько ко мне каждую неделю приходит людей с такой просьбой? И для всех вопрос жизни и смерти. Помогите нам, пожалуйста. Тем более, что большую часть суммы мы уже нашли. Осталось найти треть. Хорошо. Я поставлю вашу заявку первой в очереди. В ближайшие дни начнем сбор средств. Я буду держать вас в курсе. Спасибо. О чем задумалась? Да так. А как чувствуешь себя? Много не чувствую. А так все в порядке. Понятно. Ну, это дело поправимое. Алиса в стране чудес. Это твоя любимая? Да. А я в детстве читал Тома Сойера. Читала? Нет. Уверен, тебе она понравится. Хочешь, принесу? Не хочу. Я когда прочел Тома Сойера, мне было одиннадцать лет. Но это как тебе сейчас. И загорелся идеей убежать из дома. Пожить какое-то время у реки. Совершать набеги, как Том и его друзья. Сбежали? Сбежали. Сбежали. Еще как. Милиция нас искала по всему микрорайону. Мама потом на меня так кричала. Скажите, а зачем люди живут? Угу. Слой у меня вопрос. Угу. Угу. Я живу для того, чтобы спасать людей. Вообще, я считаю, что жизнь – это великий дар. Более того, это бесценный дар. Это я тебе как врач говорю. Честно. Понятно. Наверное, я буду жить для мамы. Она меня так любит. Хорошая идея. Но я уверен, что ты будешь жить и для себя. И радоваться жизни. Мне пора на обход. Попозже я к тебе зайду. Хорошо? Алексей Павлович. Да. Принесите свою книгу про Тома Сойера. Естественно. Мам, смотри, что получилось. Ой, как здорово. Не знала, что ты так быстро все освоишь. Ну, еще не все. Как дела? Хорошо. А у тебя? Нормально. Сейчас мы посмотрим. На твою нормально. Так. Что чувствуешь? Ничего. Ой. Ой. Тут как будто что-то было. Так. Хорошо. А так? Ой. Тут вроде что-то кольнуло. Отлично. Болит? Нет. Не болит это плохо? Не болит-то хорошо. А завтра будем делать МРТ и посмотрим, как срастается позвонок. Это ты нарисовала? Да. Художник настоящий. Молодец. У меня есть идея, от которой вы не сможете отказаться. Какая идея? Идея поехать за город на пикник. Я знаю одно местечко около озера. Вид там волшебный. Знаю, что это нарушает наш режим, но уверен, что в этот раз это пойдет на пользу. По-моему, отличная идея. Ну вот. Едем? Я не знаю. А как я там буду с этим? Коляска тебе не помешает. Во всяком случае, если ты не поедешь, ты не узнаешь. Или ты боишься? Нет. Нет? Тогда едем. Нет? Нет. 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 Продолжение следует...